Приветствую, друзья. Честно сказать, я эти вопросы про шею и так далее, как правило, ожидаю в холодное время года. Но что-то они пошли ко мне косяком именно в межсезонье. Может быть, так и надо, потому что именно в межсезонье люди лишаются главного средства профилактики проблем с шеей. А это, собственно говоря, шарфик. В общем, короче говоря, наша сегодняшняя тема продула шею. Ищем ответ на вопрос, что ее продувает и что делать, если продула, и что делать, чтобы не продула. Давайте все-таки выясним, что раздражает шею, почему происходит вот это явление, которое люди называют «продула шею». В чем суть? Как правило, это все-таки имеет место в холодное время года. Когда мы испытываем дискомфорт, вот реально нам холодно, мы прежде всего меняем положение тела. Ну, мы немножко так скукоживаемся, скрючиваемся, сутулимся, горбимся. Наша голова находится в немного нестандартном положении. Приподняты плечи, голова наклонена вперед. Обычно мы так не ходим. Это первое. Второе. Если холод добирается до нашей шеи, то есть холодный воздух непосредственно воздействует на мышцы шеи, на мышцы шеи, то в мышцах возникает спазм сосудов. Они таким образом, мышцы, уменьшают отдачу тепла. И на фоне ограниченного кровоснабжения, на фоне повышенного тонуса мышцы, как говорится, мышца деревенеет на холоде. И вот на фоне этого всего мы по каким-то причинам совершаем резкое движение головой. Ну, кто-то нас позвал, да? Или звук какой-то мимо, автомобиль проезжает. То есть, еще раз, мы скрюченные с нестандартным положением шеи, с мышцами, которые подверглись воздействию холода, плюс совершаем резкое движение головой. И в какой-то мышце или в какой-то группе мышцы происходит микрокровое излияние. И это приводит к тому, что возникает острая боль, и мы это называем словом продуло шеи. Собственно говоря, зимой как-то люди не очень склонны к тому, чтобы выходить с голой шеей. И они все-таки ее закрывают шарфиками, воротниками и так далее. А когда приходит весна, люди шарфики снимают, подобно черепахам высовывают головы, и рано-рано утром бегут на работу или выходят из дома, а утром достаточно холодно. В результате у Комровского спрашивают, что делать, чтобы шею не продуло. Ну, во-первых, следить за прогнозом погоды. Пользоваться шарфиками. Раз. Не совершать резких движений. Если реально испытываете дискомфорт, значит надеваете на себя дополнительную одежду. Собственно говоря, то, что с мышцей шеи происходит, это фактически миозит, воспаление мышцы. Только именно воспаление шейных мышц. Еще раз хочу обратить внимание. Чаще всего это именно резкое движение на фоне переохлаждения локального. Тем не менее, при некоторых острых респираторных вирусных инфекциях, поражение, даже воспаление мышц, возможно, и при коронавирусе, и при гриппе. Все это очень даже возможно. Поэтому на фоне ОРВИ резкие движения с большей вероятностью могут привести к воспалению мышц шеи. Здесь есть два аспекта обязательных знаний. Первое. Это знание того, когда нам надо при боли в шее обязательно бежать к доктору. А второе. Если бежать к доктору не надо, как помочь себе самостоятельно? Начнем с того, что перечислим ситуации, когда к доктору бежать обязательно. После падения или аварии возникла острая боль в области шеи к доктору. Шея не просто болит. Вы как бы чувствуете, что она одеревенела, стала какой-то жесткой. Вы не можете наклонить голову, особенно если это сочетается с выраженной головной болью. Это один из признаков менингита к врачу. Кроме боли в шее у вас есть тошнота, головокружение, рвота и светобоязнь. Боль в шее не зависит от того, двигаете вы головой или нет. Если у вас миозит, то самое продуло шею, вы всегда можете найти такое положение головы, когда не болит. Если вы такого положения головы найти не можете, все, ребят, к доктору. Если боль в шее сопровождается очень серьезным повышением температуры тела, выше 38,5, особенно если есть озноб, к доктору. Если боль настолько интенсивная, что вы не можете уснуть, к доктору. Ну и, конечно, когда на фоне боли есть такие опасные симптомы, как онемение в руках или ногах, любые расстройства сознания и так далее. Вот все это давайте к доктору. Ну а теперь как помочь себе? Потому что, как правило, все-таки все, что мы имеем, повернулись, резко заболело, и мы прямо вынуждены держать голову в определенном положении, чтобы болело меньше. Как себе помочь? Прежде всего, прежде всего, ничего страшного нет. И главный лекарь, лекарь, отпродула шею, это время. Продолжать двигательную активность, продолжать поворачивать головой, конечно же, беречь шею от дальнейшего переохлаждения. Что можно использовать? Медицинская наука рекомендует сразу же после того, как вот резко заболело, использовать либо холодные, либо теплые компрессы. При этом, вот она не знает, кому что помогает. По логике, по логике, вроде как, если там произошло кровоизлияние, то должен помочь холодный компресс. Но, тем не менее, очень многим от холодного компресса этот спазм усиливается и болит еще сильнее. Но, тем не менее, попробовать или холодно, или тепло, вот медицинская наука, вот такое они стандартное рекомендуют. От чего легче, то и можете применять. Однозначно можно использовать препараты местного действия, нестероидные противовоспалительные средства для местного применения. Как правило, у нас есть в гелях, в кремах такие препараты, как ибупрофен, диклофенак, нимисулит, индомидацин. Вот такие препараты местного действия. По крайней мере, взрослые точно могут это себе использовать. Естественно, не на улице, а после того, как вы вернулись домой в тепло, нанести такую мазь, однозначно можно. Конечно же, если вы посоветуетесь с доктором, будет просто замечательно. В некоторых случаях можно вполне использовать и пластыри. Есть специальные пластыри с нестероидными противовоспалительными средствами. Как правило, с диклофенаком или ибупрофеном. Также, если реально и очень сильно болит, особенно перед сном, можно применять нестероидные противовоспалительные препараты внутрь. Без врача вы можете использовать либо ибупрофен, либо парацетамол. Оптимально все-таки в данной ситуации ибупрофен. И еще последнее. Есть стандартная рекомендация такого упражнения, которое можно однозначно попробовать при боли в шее. Как правило, лучше это делать после того, как еще раз вернулись в помещение, и даже намазали полезной мазью. Вот смотрите, что вы делаете. Вы должны зафиксировать то движение, при котором возникает боль. Ну, например, я вот так поворачиваю голову, и у меня начинает болеть шея. Что я делаю? Я ставлю вот так вот руку и пытаюсь совершить это движение, мешая себе его делать. То есть я поворачиваю голову и не даю руки. Вот такое упражнение можно делать примерно в течение минуты, каждые 2-3 часа. Многие эксперты, многие специалисты по мышечным болям, врачи-ортопеды-дравматологи утверждают, что это очень помогает. Но главное, ребят, это профилактика. Не надо мерзнуть, берегите шею от холодного ветра. И что такое продуло шею, вас обойдет стороной. Делайте правильные выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова